Смотрите, на самом деле, в продолжение темы изохрон просто маленькая, не упущу возможность прорекламировать наш сервис изохронный. Кто-то встречал, я Андрей из Урбики, мы занимаемся всякими штуками-дрюками, интерактивными с картами. Собственно, на базе СРМ мы в какой-то момент времени как раз делали очень простой сервис, который считает изохроны, иногда считает. Иногда делает это быстро. Собственно, сейчас там сервер не очень хорошо, но в целом он работает. В общем, встретите, во-первых, на гитхабе код, есть ссылка galton.urbi.co, и, соответственно, там есть открытая API, например, в QGIS, если вам нужна одна-две изохроны, он может отдать вам просто геометрию в GeoJSON. Это вот степенная разработка. Если что, обращайтесь, полу-реквеститесь. Значит, моя идея сегодня была, на самом деле, ну, такой микроимпровизированный, значит, мастер-класс. Часто у многих из вас возникает, кто работает с картами, задача визуализации чего-нибудь там, веб-странички и какие-нибудь самые простые пропорциональные символы. Надо бросить точки, не знаю, там, сделать кружки разного размера, и есть множество разных инструментов. Есть там Leaflet, есть Mapbox, есть тот же самый любимый QGIS, да, всеми, но он не вебовый. То есть, соответственно, как бы мы можем, значит, вот я заготовил маленькую, маленький датасет. Это точки ДТП, случившиеся, там, по данным открытой полиции, значит, за, по-моему, шестнадцатый год, что ли. Ну, вроде все понятно, да, QGIS умеет это делать, там, можно раскрасить эти данные каким-то образом. Тут есть, вот если посмотреть на данные, значит, устроено очень просто. Здесь есть, собственно, координаты, дата, район, КТС, количество транспортных средств, количество участников, количество погибших, количество раненых. То есть, давайте попробуем сейчас сделать веб-страничку, буквально, там, за 10-15 минут на Mapbox, которая визуализирует пропорциальные символами, например, количество погибших в Москве, ну, или количество раненых, да, вот. Значит, я сразу говорю, я немножко заготовил GeoJSON. GeoJSON, ну, я думаю, что многие знакомы, кто с этим работает, GeoJSON выглядит очень просто, да, то есть, это JavaScript файл, готовый для загрузки, просто достаточно подготовленный. То есть, вот он, собственно, не знаю, если на него посмотреть, тут вот есть циферки, которые я показывал в таблице, и, соответственно, давайте попробуем сделать простую страничку, вот, в которой мы с вами, так, я сейчас открою на редактирование, атом. Можно пока небольшой комментарий. GeoJSON вообще не очень распространенный формат. Неправда. Не буду. Извините, мой эфир. Среди энтузиастов Geo, да, распространенный, но чаще всего данные получаются в CSV или, не дай бог, в Excel. Ну, да, обменные данные. Я, конечно же, сконвертил из CSV формат, да, но обменные именно для веб-картографии, интерактивный формат, именно интерактивная веб-картография, это все-таки более удобный формат. Ребят, 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 стоп, холивары про формат, давайте, значит, вернемся к визуализации. Мы сейчас отвлеклись. Ну, вот, все вопросы потом. Значит, я воспользуюсь эфиром и отмодерирую. Значит, мы сделаем очень простую штуку. Значит, про Mapbox, ну, наверняка слышали, видели, да, Mapbox – это такая замечательная компания, которая делает продукты для разработчиков, которые позволяют визуализировать классно карты. У них есть, соответственно, как бы в их линейке продуктов API GL.js. Это удобный для веб-картографии инструмент визуализации. За счет того, что использует WebGL движок, он позволяет достаточно большое количество точек визуализировать. То есть, мы сейчас возьмем и бахнем на карту, там, 10 тысяч точек, и на самом деле браузеру ничего с этого не будет. Значит, мы берем из примера, вот здесь есть примеры, как отобразить карту, как там взять какую-нибудь там, посадить кошечку, как взять кастомный стиль. Вот возьмем, собственно, код этой странички, вставим его в эту штуку, значит, поменяем на Москву. Вот. Значит, сделаем там какой-нибудь 10-й масштаб, да. Значит, я сразу запущу тогда простенький... Я просто тут на коленке немножко это делаю, поэтому неудобно. Вот. Запустим... Так. Запустим веб-сервер, чтобы посмотреть. Вот, собственно... Так, я где-то там что-то... Да, я забыл про ключ. Значит, здесь есть такая необходимость указать ключ. Соответственно, вы когда регистрируетесь, у вас есть возможность получить ключик. Так. Идем там. А? Сейчас, секунду. Да. Ну, я надеюсь, что все люди здесь взрослые, поэтому, в общем... Вот. Значит, я вставляю ключик, чтобы у меня заработала карта. От всех. Все. Ну, вот, собственно, у меня заработала карта. Мы спозиционировались на Москве. Значит, и задача будет очень простой. Значит, нам нужно... А можно там не разговаривать, пожалуйста? Извините. Ну, просто очень слышно. И нам нужно просто взять и отобразить точки. Соответственно, мы сделаем очень просто. Вот наш файлик accident.geo.json. Я сейчас не буду углубляться, как карта загружается, но суть заключается в следующем. То есть, я хотел показать, на самом деле, как стайлиться. То есть, кто-то, вот если уже начал изучать там или изучает JavaScript, в примерах посмотрите. Соответственно, значит, мы можем обработать события после загрузки и добавлять данные в карту. Значит, задача заключается в том, что нам надо сначала в карту добавить данные и нам нужно эти данные как-то визуализировать. То есть, на самом деле, концепция о том, что у нас есть данные, у нас есть визуализация данных, она, ну, собственно, она сильна. То есть, там есть HTML и CSS, да, контент и оформление или там, не знаю, XML и XSL. Значит, и этот самый. Здесь примерно та же история. Соответственно, на карту нам нужно добавить так называемый source. source бывает либо векторные тайлы, либо растровые тайлы можно добавить, либо можно просто добавить GeoJSON. Соответственно, значит, он добавляется, ну, я просто ему говорю, что это JSON. и дата у меня, прям, ну, я именно для этого запустил, вот, я загрузил, соответственно. Соответственно, Geo, да, у меня вот такая есть дислексия небольшая с буквами. Вот, соответственно, ничего не произошло, потому что я загрузил данные. Значит, мы, в принципе, можем посмотреть на этот, на эти данные. То есть, нам нужно добавить слой, который непосредственно занимается, я на всякий случай не показываю то, что происходит в студии. То есть, если вот кто мобоксом занимался, да, там есть такой продукт, как студия, ну, где вы можете застайлить карты самостоятельно. Вот, соответственно, вы здесь можете, там, делать это все как в картографическом фотошопе. Я сейчас рассматриваю вариант, когда вы, ну, делаете какой-то быстрый прототип, и вам надо быстренько собрать страничку. Это реально быстрее, чем делать это в студии, потому что студия пока загрузит данные, пока вы там настроите через интерфейс, то есть, сделав там, ну, не знаю, 5-6 таких прототипов, там, ну, реально это получается быстрее, чтобы быстро посмотреть. То есть, вот, работая с данными, нам эта история полезна. Соответственно, я сейчас не буду вдаваться подробностей, как описываются стили, но стили описываются у них обычно тоже в таком JSON формате. Соответственно, вот, например, если я скажу, что мои данные, значит, это кружки, да, и source, я сошлюсь на source, да, соответственно, как бы я эти кружки увижу. Вот они, вроде стали видны. Соответственно, за то, чтобы покрасить эти кружки, я тоже здесь напишу несколько простых. Это все есть документация, вот, давайте сделаем какого-нибудь красного, да, и радиус, например, сделаем радиус 5. И у нас получится такая, он на самом деле по дефолту, у нас есть вот такая вот карта с кружками. Значит, нам интересно, ну, точки все видели, да, все умеют добавлять точки, нам на самом деле интересна концепция, когда мы в зависимости от каких-либо данных пытаемся задать размер кружка. В концепции Mapbox и вообще Data-Driven Styling, который мне вот лично очень нравится, он заключается в том, что вы пишете в JavaScript формате стиль и можете, ну, как бы, указать, какое свойство вам нужно считывать из данных, чтобы он отвечал, например, за размер кружка. В данном случае мы можем сделать не просто цифру, да, мы можем указать, что нас интересует, значит, property, вот, если вернуться в консоль посмотреть, нас интересует, ну, например, я не знаю, количество погибших, да, пог, такое замечательное поле. Значит, и помимо количества погибших, то есть, я указал колонку, он будет считывать сейчас из этой колонки данные, то есть, из каждой фичи он будет брать property.pog. Значит, дальше мне нужно указать, каким образом я буду интерполировать данные, у них есть несколько вариантов, на самом деле это сейчас уже, ну, к этому коснемся, они сейчас немножко сделали более удобную систему задания размера именно кружков, но, в общем, идея заключается в том, что, например, я могу сказать, что мне нужно интерполировать по экспоненте и, соответственно, как бы мне нужно добавить два крайних значения. Описывается это как массив, если 0, у меня, например, будет 0, а если 5, у меня будет 50, ну, или, не знаю, 30 размер кружка. Ну, и для удобства давайте я сейчас, чтобы не было перекрытия, добавлю просто опасти. Вот, соответственно, так, стопс, да, отпечатка. И, соответственно, у меня кружки остались только те, которые, ну, 0 не рисуется, потому что 0 радиус, да, вот, остались те кружки, где, соответственно, как бы люди больше всего погибли. Вот, соответственно, как бы так решается эта история. Значит, какие еще, ну, сейчас больше, ну, ознакомить, потому что вся документация там есть вот здесь вот у них про GLGS. И, соответственно, как бы я просто в большей степени для затравки к теме, потому что, ну, вот это то, что мы реально пользуемся в нашем процессе, потому что мы много используем там обокс для визуализации интерактивных проектов. И data-driven styling очень, ну, там, ключевой, один из ключевых, как бы, процессов, которым мы занимаемся, когда мы что-то делаем с данными. Вот, соответственно, есть у них сейчас появилась такая новая модная тема. Ну, сейчас к ней вернемся. Значит, точно так же, например, я могу не только экстраполировать цвет, я могу еще и менять цвет кружка в зависимости от типа. То есть у нас, например, можно по категории раскрасить кружки по категориям, задать им разные цвета, да, а по, значит, размеру, ну, задавать параметры. То есть, если видели в данных, у вас есть вот ДТПВ, наезд на ТС, наезд на падение пассажира, не знаю, что бы это значило, наезд на препятствие, столкновение. И вот давайте представим, что нам их нужно раскрасить в разные цвета. Соответственно, значит, у них есть property, я напишу как раз ДТПВ, type, в данном случае, поскольку это не число, мне нужно указать категории. И дальше есть обязательно, опять же, параметр stops, то есть какие значения ДТПВ мне присвоить к каким цветам. Ну, предположим, значит, у нас будет наезд на пешехода, пусть будет, я не знаю, там, пусть будет красным. Значит, наезд, настоящее транспортное средство, пусть будет, я не знаю, там, синим. Дальше, падение пассажира, давайте его сделаем каким-нибудь модным. Вот, такой голубенький будет наезд на препятствие, ну, я не знаю, пусть будет белым. Вот, соответственно, возвращаемся к страничке. И у нас карта раскрашена в разные цвета в зависимости от типов. У нас еще остался тип какой-то неохваченный, но, в принципе, если покопаться в данных, то есть можно будет посмотреть, то есть то, что у нас неохвачено, оно остается черным. Поэтому, видимо, просто я не захватил эти категории. То есть, в принципе, можно сейчас там взять, посмотреть, что и бывает, да, то есть для простоты можно там вернуться в тот же кугис, в нем это воспроизвести и найти это конкретное значение. Но идея очень простая, то есть вы пишете стиль буквально в JavaScript, либо выносите в config, и вот сколько у меня получилось времени? Минут 12, да? И, соответственно, мы с вами взяли GeoJSON-ку и раскрасили ее в точке. Соответственно, вы эту штумельку можете залить там на хостинг, дать ссылку и уже использовать. Собственно, спасибо, если будут какие-то вопросы, не рекламы ради Mapbox, а просто хотелось поделиться, потому что, ну, это классная штука. Кто, если будет изучать стайлинг, именно Data-Driven, обратите внимание, что сейчас вот то, что я писал, это немножко устаревшая синтаксис. То есть они еще в ближайших двух версиях это оставят, но у них там заморочка, что это становится очень сложным, если вы хотите менять значение размеров кружков, например, в зависимости от зум-левела. То есть там стоп, такой трехмерный массив получается. Они сейчас придумали экспрессионы, экспрессионы интереснее чуть-чуть тем, что они немножко упрощают, и экспрессионы – это вычисление сразу в зависимости от данных. То есть вот, например, размер кружка, который я вычислял экстраполяцией, да, я бы мог заменить на… Ну, вот Circle Radius у меня есть, значит, я бы мог заменить на экспрессион. Я сейчас, опять же, тоже не буду сильно, ну, как-то вдаваться, но у них есть такой прям экспрессион. То есть я могу взять параметр Pog и домножить его на 3, например, да. Вот. Во-первых, это как бы гораздо компактнее. Ну, там можно подобрать, например, на 6. Вот, собственно, кружки, да. И, например, если вот кто визуализацией увлекается, да, пропорциональные символы чем хороши? Что когда вы задаете просто радиус, да, это не классно, потому что чисто визуально, как бы, у вас пользователь оценивает не радиус, да, он не измеряет, как бы, радиус, он измеряет площадь окружности. Соответственно, как бы, чтобы это все не пересчитывать, Mapbox, например, с экспрессионами дает возможность возвести в степень, да, и, соответственно, ну, вы знаете, что это, в общем, equal, ой, equal sqrt, да. Вот, соответственно, значит, у меня получатся сейчас очень маленькие кружки, потому что я беру корень квадратный, их даже отсюда не, вон там есть какие-то, вот. Но меня это пусть не смущает, потому что я могу взять эту историю, снова опять взять в массив, добавить такой экспрессион мультипликации, да, домножить на 10, ну, соответственно, как бы, тем самым я выровняю визуализацию. Ну, соответственно, там можно экспериментировать дальше, там, на 20, 30, подобрать какой-то нужный размер. Вот, собственно, ну, сейчас размер кружков сбалансирован, он ориентируется на площадь, соответственно, как бы, вы можете, ну, их визуально сравнивать. Вот, соответственно, обратите внимание, есть такая штука-дрюка, используйте, пожалуйста, в общем, если будут вопросы, пишите, задавайте, вот, готов ответить на вопросы, либо передать следующему спикеру. Да, да. Ой, мне придется выть. Истинный. Вот, только на ликвен, да, вот. Я так не понял, как мне работает. А, насколько, на локсе, насколько, на локсе, на локсе, на локсе, на локсе, на локсе лучше на электриквен, немножко? Локс, на локсе лучше на электриквен, да. Потому что в чем проблема, что когда у вас, например, есть 10 тысяч, 20 тысяч линий, и Фред говорит в браузере, когда вы пытаетесь это полилайнерами, значит, нафигачить. Но потому что он это все рисует, как бы, для вас в чем линии. Я просто изучал этот вопрос, с 10 точками тоже будет проблема, если вы добавляете там иконки и так далее, и так далее. То есть принципиальная разница заключается в том, что полилет использует движок браузера джаваскриптовый, там есть всякие полурешения сделать векторные тайлы, значит, делать векторные тайлы через SVG, готовить SVG, там, на конвайсе как-то их разрисовывать. Но это не прорыв, ну, в том плане, что это, как бы, та же самая парадигма, вы все равно упираетесь, как бы, в производительность браузера. А Макбокс, как бы, использует GL-возможности, соответственно, как бы, у него визуализации больше, и за счет того, что, как бы, вы работаете с векторными данными, соответственно, как бы, вы можете гораздо динамичнее управлять визуализацией. Потому что, ну, Лифлет, мы должны сначала растровую подложку, там, соответственно, значит, у вас эти все вот, ну, все так не классно, ну, абсолютно, ну, это уже как бы, как бы, прям, олдскул. Вот, и, соответственно, как бы, векторные тайлы, это круто. И производительнее, они дают возможности больше визуализировать, и они реально удобнее для разработки. А подписи в этом бишке есть? Подписи линии, например? Да, вообще, запах. Есть, конечно. А растры его можно засовывать? Можно. Можно засовывать видео. Можно привязывать геопривязанное видео, геопрегированное, и он прям накладывает, проецирует, и можно прям корректировать видос.